Данная красота Австралии делает ее раем для туристов. Но здесь обитают самые опасные в мире животные. Самая крупная плотоядная акула. Это один из самых опасных в мире пауков. Они нападают без предупреждения. Если крокодил вас схватит, скорее всего, он вас уже не отпустит. И отпуск мечты в мгновение ого превращается в кошмар. Мы не знаем другого животного, способного убить взрослого человека за две минуты. Мы узнаем, как эти убийцы нападают, что они могут сделать с человеком и почему их называют смертельно опасные Австралии. Австралия – страна контрастов. Фантастические дождевые леса на севере и огромные негостеприимные пустыни в центре. Обитающие здесь существа должны убивать, чтобы выжить. Убивать или стать добычей. Самая сухая страна на планете окружена водой. И каждый год австралийцы и миллионы туристов съезжаются на эти океанские пляжи. Волна высокая, погода теплая. Но иногда в этом раю возникают проблемы. Доктор Джон МакКостер, Академия наук Калифорнии. Это самая крупная плотоядная акула. Самый грозный морской убийца Австралии. Большая белая акула. Большая белая акула убивает за три минуты. Она может достигать шести метров в длину, весить до трех тонн и нападать без предупреждения. Она так знаменита, потому что иногда кусает людей. Не потому, что ей так хочется или нужно, просто она принимает нас за свою пищу. Эти впечатляющие существа созданы для двух действий. Охотиться и убивать. У белой акулы, как и у всех других акул, есть разнообразные органы чувств, которые помогают ей находить свою добычу. В зависимости от расстояния и местонахождения добычи задействуются различные чувства. Большая белая акула слышит свою жертву за несколько километров. За полтора километра она может почувствовать запах, а с расстояния в 9 метров она уже видит свою добычу. У белых акул прекрасное зрение. Мы исследовали их сетчатку, и мы знаем, что у них цветовое зрение. Плюс они хорошо видят при слабом освещении. Большинство нападений происходит, когда акулы охотятся на рассвете или на закате. Чтобы приспособиться к низкой освещенности, большие белые акулы обзавелись сверхчувствительным глазом. Его секрет — топедум люцидум, светоотражающий слой. В глазу человека свет проходит через сетчатку и фиксируется только один раз, в то время как светоотражающий слой в глазу акулы отбрасывает свет обратно на сетчатку, где он фиксируется вторично. В результате глаз акулы в 7 раз более чувствителен к свету. Она резко всплывает и пытается обездвижить свою жертву одним колоссальным укусом. Ее зубы — это идеальный инструмент для резки. Но потом она выплевывает свою добычу и плавает вокруг нее, и ждет, когда та ослабеет, истечет кровью и умрет. И уже тогда она не спеша приступает к крабицу. Один страшный укус оставляет после себя ужасную рану. Доктор Венди Грин, клиника Ховардского университета. Глубокие раны ноги. Самое опасное, что может быть, — это повреждение бедренной артерии. В этом случае кровотечение не прекратится, пока кто-нибудь не сможет переезжать эту область. В нашем теле около 6 литров крови, и если вся она вытечет, человек погибнет. Мало кто выживает после нападения большой белой акулы, но, как ни странно, это не самая опасная австралийская акула. Есть еще одна, гораздо более опасная для человека. В отличие от других акул, она может жить в пресной воде. И больше всего людей становятся жертвами именно этой акулы, тупорылой акулы. Тупорылая акула убивает за 3 минуты. Тупорылая акула поставила на себе успешный эксперимент по выживанию в пресной воде. Большинство акул пресную воду не переносят. Это значит, что тупорылая акула может покидать океан и охотиться в реках, где люди чаще всего купаются и ловят рыбу. Она открыла для себя настоящий рай со множеством пищевых возможностей. Как и у большой белой акулы, у тупорылой акулы великолепно развиты все органы чувств, но в мутной речной воде видно плохо, и она полагается на другие чувства. Ее обоняние в 10 тысяч раз острее нашего. В отличие от нас, ноздри акулы не являются частью респираторной системы. Вода все время поступает к ее обонятельным рецепторам, и акула нюхает ее постоянно, а на обработку этих сигналов задействована 2 трети ее мозга. Она чувствует запах крови с расстояния в 4,5 километра. На близком расстоянии тупорылая акула переключается на свое удивительное шестое чувство – электрорецепцию. Она улавливает слабые электрические токи, которые генерируются всеми животными при сокращении мышц. Вдоль ее морда и челюсти расположены крошечные рецепторы, которые называются ампулами лоренцини. Они улавливают движения животного как радиоприемники и передают эти сигналы в мозг. Неожиданное нападение ошеломляет жертву, а зубы и челюсти довершают дело. Они вонзаются глубоко в тело, разрывая крупные кровеносные сосуды. Как и в случае большой белой акулы, жертвы тупорылой акулы обычно истекают кровью после одного укуса. В случае нападения большинства акул, люди постепенно понимают, что они, это привлекательная добыча. В деревнях вы традиционно услышите, не купайтесь здесь, в устье этой реки или на этом рифе, здесь плавает большая акула, которая вас съест. И они правы. В некоторых местах разумнее уступить право ловить рыбу акулам. Было бы верхом глупости купаться в эстуарии, где совсем недавно тупорылая акула напала на человека. После нападения тупорылой акулы мало кто выживает, но она платит свою цену за набеги в пресные воды, туда, где живут люди. Сейчас мы сами охотимся на этого грозного хищника. Как хищники высшего порядка, они контролируют численность всех остальных в этой пищевой пирамиде, так что боимся мы тупорылых акул или любим их. Они нам нужны, и мы хотим, чтобы они жили. Акулы всегда пользовались дурной славой, но в Австралии есть и менее известные убийцы, на счету которых даже больше жертв. Убийцы, обитающие в пустынных областях. Их оружие — яд, один из самых сильных на планете. Далее в программе. Самая ядовитая в мире змея. Этот человек умрет через несколько минут. Океанский убийца номер один. И самый страшный хищник Австралии. Если крокодила вас схватят, скорее всего, он вас уже не отпустит. Смертельно опасные Австралия. Смертельно опасные Австралия. Это одни из самых опасных животных Австралии. Большая белая акула. Гроза океана. Упорылая акула. Речной охотник, нападающий рядом с домом. Это впечатляющие охотники, созданные для убийства. Превосходно вооруженные, с высокоразвитыми органами чувств. Эволюция сделала их самыми опасными животными мира. В Австралии обитают животные, способные выжить в самых суровых условиях. Таких, как безводные пустынные области, где больше ядовитых видов, чем в любом другом месте на планете. Из 25 самых ядовитых змей мира, 21 обитает в Австралии. Чтобы выжить в суровых условиях пустыни, всем живым существам приходится экономить энергию. Поэтому австралийские змеи предоставляют делать всю работу своему яду. А это номер один среди них. Самая ядовитая змея в мире. Жестокая змея убивает за один час Доктор Дэвид Киршнер, Сиднейский аквариум. Жестокая змея славится своим невероятно сильным ядом. Одно из возможных объяснений этого — крайне суровые условия обитания. Если вы змея, вам нельзя долго быть на палящем солнце. Но вам нужно найти только что укушенную вами добычу, значит, она должна умереть быстро. Яда жестокой змеи достаточно, чтобы убить 100 человек. Она достигает 3,5 метров в длину и находит пищу благодаря исключительно острому обонянию. Она улавливает запах своим языком и может обнаружить добычу с расстояния в 9 метров. Язык у змей раздвоенный, чтобы определять направление. Точно так же, как мы, имея два уха и сравнивая интенсивность звука с каждой стороны, определяем положение источника звука, змея сравнивает интенсивность запаха и ползет туда, где запах сильнее. Всего за одну секунду через почти сантиметровые зубы змеи проходит 60 миллиграммов яда, и жертва получает смертельную инъекцию. Капля за каплей. Яд жестокой змеи не знает себе равных. Это самый сильный из всех змеиных ядов. Его основной компонент — нейротоксин. Он проникает в тело и начинает действовать. Синапсы — это точки, где контактируют наши нервы. В них от одной клетки к другой передаются химические сообщения. Змейный яд вносит в эту систему хаос. Его молекулы блокируют химические сообщения, и связь между клетками прерывается. Контакт нервов с мышцами блокируется. Мышцы не получают сигналов для сокращения и расслабления. В результате они становятся вялыми и не работают. Сначала жертва ощущает головную боль, затем тошноту, потом затуманивается зрение, но самое опасное — это распространение паралича на органы дыхания. В течение 20 минут яд отключает жизненно важные мышцы, сердце слабеет, легкие не могут дышать, и тело не получает кислорода. Диафрагма, большая мышца внутри нашего тела, которая позволяет легким расширяться и сжиматься, оказывается парализованной. Они не могут сделать ни вдоха, ни выдоха, и в течение 6 минут умирают. Жестокую змею еще называют свирепой змеей, хотя ей больше подошло бы имя робкая змея, поскольку она старается держаться от человека подальше. Другая змея ведет себя иначе. От ее укуса в Австралии ежегодно умирает хотя бы один человек. Коричневая змея. Коричневая змея убивает за 30 минут. Жестокая змея – самая ядовитая змея в мире. Второе место занимает восточная коричневая змея. Она лишь чуть-чуть уступает по силе яда жестокой змеи, но она намного опаснее. Что же делает ее такой опасной? Агрессивность. Там, где другая змея скорее отступит, коричневая нападет. Если вы загоните коричневую змею в угол или разозлите ее, она примет характерную позу в виде латинской буквы «С», часто с открытым ртом. Это предупреждение о том, что змея чувствует себя в опасности. Но самое опасное в коричневой змее – не ее темперамент, а то, где она любит жить. А живут они на фермах. Просто потому, что на фермах полно их излюбленной пищи – грызунов. И когда пути фермера и коричневой змеи пересекаются, результат может оказаться летальным. В отличие от жестокой змеи, коричневая кусает не очень больно. И зубы у нее короче, примерно полсантиметра. Коричневую змею очень легко разозлить, если загнать ее в угол. Тогда она укусит. Если с вами такое случилось, самое главное – не пытайтесь бежать за помощью, потому что это только ускорит распространение яда по всему телу. Ее яд содержит целый набор токсинов, включая быстродействующий антикоагулянт. Он действует на кровь жертвы, нарушая ее способность к свертыванию. В течение пяти минут начинаются необратимые изменения. Если кровь не сворачивается, она плохо циркулирует в остальных частях тела. Когда кровь не сворачивается, малейший удар или движение разрушает кровеносные капилляры, и кровь вытекает наружу. В мозгу это называется церебральная геморрагия. Если кровь не сворачивается, она так и будет вытекать из поврежденного сосуда, если только ей есть куда вытекать. В масштабах всего тела результат оказывается катастрофическим. Жертва истекает кровью изнутри. Если кровотечение в мозгу очень сильное, вытекшая кровь занимает много места и давит на мозг, вызывая его отек. Чтобы спасти пострадавшего, медикам нужно действовать быстро. Прежде всего они накладывают давящую повязку, чтобы остановить распространение смертельного яда. Нельзя допустить, чтобы яд попал в другие части тела. Мы его запираем в той части тела, куда он попал, чтобы он не вышел в общий кровоток. Следующий шаг — антидот. Если пострадавший получит его в течение 30 минут, у него есть шанс выжить. Он действует как мокрое одеяло, гася токсический огонь. Кровь постепенно обретает способность к свертыванию, и внутреннее кровотечение останавливается. В Австралии антидот уже спас не одну жизнь. Как видите, токсины могут быть грозным оружием, не менее опасным, чем мощные челюсти, и к тому же не требующим грубой силы. Они могут служить как для нападения, так и для защиты. А на Большом Барьерном Рифе, в самом большом в мире коралловом сообществе, вы найдете и то, и другое. 3000 подводных отмелей и 900 островков дают приют самым красивым, самым причудливым и самым опасным в мире существам. Включая бородавчатку. Бородавчатка. Нестерпимая боль. Доктор Лиза Гершвин. Музей Южной Австралии. Это очень распространенная рыба. Мы их редко видим, потому что их почти невозможно увидеть. Это мастера камуфляжа. Они похожи на камушки, обросшие водорослями. На первый взгляд они безобидны, но мало кто из жертв бросает на них даже первый взгляд. Даже самому осторожному любителю моря нелегко заметить бородавчатку. Секрет ее обороны – полые шипы вдоль спины. Надавливание этой рыбе на спину вызывает выброс самого сильного в мире рыб токсина. Для жертвы эта боль просто невыносима. Сама боль от укола неописуемо сильна. Помогите! Ее описывают как в 10 раз более сильную, чем самая жуткая боль в жизни. Боль от укола ядовитым шипом настолько сильная, что пострадавшие часто умоляют врача ампутировать им конечность. Снять эту боль не удается ничем. Даже морфий не помогает. Жертве приходится мучиться часами, пока токсин не разложится и не выведется из организма. Еще один обитатель здешних вод уже унес жизни по меньшей мере 60 человек. Он убивает больше людей, чем акулы, и все остальные водные животные вместе взятые, больше, чем любое другое животное Австралии. А у него нет даже мозга. Это медуза морская оса. Медуза морская оса убивает за 2 минуты. Эта медуза — совершенно удивительное творение эволюции. У нее 6 глаз, и она смотрит сразу во все стороны на 360 градусов. Ее телом размером с баскетбольный мяч, а щупальца могут достигать 3 метров. И если она ужалит вас, когда вы купаетесь в одиночку, у вас практически нет шансов выжить. Мы не знаем, почему эта медуза такая ядовитая. Возможно, дело в том, что это очень нежное животное, и оно не может преследовать свою добычу на большие расстояния. И поэтому жертву нужно ужалить или острикать. И убить на месте. Медуза морская оса не дрейфует вместе с морскими течениями. Она плавает, используя реактивный принцип. Причем так же быстро, как человек, со скоростью до 4 узлов. Но самое удивительное — это ее жало. Каждая жало выстреливает со скоростью 15 метров в секунду. Это самый быстрый биологический ответ в царстве животных. В 10 раз быстрее срабатывание подушки безопасности в автомобиле. Они выстреливают силой в 40 тысяч раз превышающей силу гравитации. 40 тысяч G. И у нее не одно жало, а миллионы. Далее. Убийца на свободе. Это просто невообразимая жгучая боль. И безмолвный убийца в Сиднее. Смертельно опасная Австралия. Смертельно опасная Австралия. Иногда выживание требует нападения, иногда обороны. А что до оружия, то в этом природа непревзойденный мастер. Змея с ядом такой силы, что он может убить 100 человек. Рыба с таким болезненным токсином, что ни одно лекарство не в силах облегчить страдания. В Австралии есть еще одно существо, обладающее столь же грозным вооружением. При нападении медуза-морская оса выбрасывает миллионы крошечных и давитых стрел. Ее щупальцы усеяны стрекательными клетками, готовыми к действию в любой момент. А спусковым крючком служит не давление или прикосновение, а химическая реакция с телом жертвы. Спастись от них невозможно. Каждая из миллионов стрекательных клеток имеет острый зубец и собственный заряд токсинов. Даже если пловец освободился от щупальцев, зубцы остаются в теле, и инъекция яда продолжается еще около пяти минут. Это как ожог кипящим маслом. Это просто невообразимая, жгучая боль. Бесчисленные крошечные порции яда начинают распространяться по всему телу. Он убивает невероятно быстро. Трудно даже сказать, что еще может убить взрослого человека всего за две минуты. Пульса нет, она не дышит. Главный убийца — кардиотоксин. Пульса нет. Яд доходит до сердечной мышцы меньше, чем за минуту. Он действует на мембраны клеток и блокирует электрические сигналы, которые заставляют сердце биться. Полный паралич сердца наступает всего через несколько мгновений после того, как яд попадает в сердце. Если мозг не получает кислорода в течение шести минут, он перестает работать. И если у вас нет других средств поддержания жизни пострадавшего, ситуация становится критической, и пострадавший может погибнуть. Но существует одно противоядие, и найти его можно на любой кухне. Уксус. Уксус может спасти вашу жизнь. Он мгновенно, полностью и необратимо нейтрализует яд. Элла, Элла, ты меня слышишь? Это дает телу шанс на восстановление функций. Действительно, описаны случаи, когда человека удавалось спасти. Но гораздо чаще это не удается. У нас много случаев, где люди не были ревизированы. Очень важно, как можно быстрее начать реанимационные мероприятия. Тогда еще есть шанс на спасение. Даже если уксус спасет им жизнь, то страдавшие будут неделями мучиться от сильных болей, а шрамы останутся на всю жизнь. Но они счастливчики. Те, кому оказать помощь вовремя не смогли, умирают. Но не только воды Австралии таят в себе смертельное вооружение. Даже в крупных городах рядом с нами будут опасные существа. Они живут бок о бок с человеком. Обычно их пути не пересекаются, но если это происходит, последствия бывают самыми трагическими. Это один из самых маленьких в мире убийц. Размером всего с горошин. Красноспинный паук. Красноспинный паук убивает за три часа. Доктор Мэйдиен Андрат. Университет Торонто, Скарборо. Красноспинных пауков можно встретить повсюду. С точки зрения выбора места для жизни они исключительно непривередливы. Их можно найти в почтовых ящиках, в сарайчиках, под садовой мебелью. Красноспинный паук может убить жертву в 50 раз больше его самого, но сначала он должен ее почувствовать. Если вы положите руку на динамик, вы не только услышите звук, вы его почувствуете. Красноспинные пауки слышат исключительно через вибрации, которые они воспринимают ножками. Такие же вибрации ощущаем и мы, когда кладем руку на динамик. У них есть особый орган, который в буквальном смысле позволяет им слышать ногами. Красноспинный паук охотится по ночам, а на рассвете забивается в какое-нибудь укромное место. Любой оставленный на лужайке предмет может стать его спальней, а детская игрушка смертельно опасной. Красноспинные пауки не агрессивны. Они кусают только ради обороны. Обычно это происходит, когда люди суют куда-то руку, не посмотрев предварительно, что там. Неожиданное движение провоцирует нападение. Из специальных желез выделяется яд. Хелицеры работают как иглы для подкожных инъекций. Паук их вонзает, а потом выдавливает через них яд из специальной железы. «Мама, меня что-то укусило!» У человека яд попадает в лимфатическую систему, а уже оттуда разносится по всему телу. «Что случилось?» «Меня что-то укусило!» Яд красноспинного паука – это токсин. Он вносит хаос в нервную систему. Начинаются перемежающиеся боли в суставах, тошнота, рвота, часто отмечаются боли в животе. К счастью, существует антидот, который эффективен почти в 100% случаев, если ввести его в течение трех часов. Но в одном городе Австралии эта угроза намного серьезнее. Этот паук убивает больше людей, чем любой другой. К счастью, только в одном городе. К несчастью, это Сидней – самый большой город Австралии. А это Сиднейский воронковый паук. Воронковый паук убивает за три часа. Доктор Линда Рейнор, Корнельский университет. Сиднейский воронковый паук – без преувеличения самый опасный паук в мире. Он не просто более ядовит, чем красноспинный паук. Он и более агрессивен. Эта поза – предупреждение потенциальному хищнику. Но самое удивительное – это как долго они могут стоять в этой позе, выставив свои хелицеры. Каналы на них открыты, и из них течет яд. Вы можете видеть капельки яда, висящие на кончиках хелицер. Самка воронкового паука редко покидает свою норку. Другое дело – самец в период спаривания. Тогда-то и начинаются проблемы. Они становятся очень активными, и поэтому люди в основном сталкиваются именно со взрослыми самцами. По иронии судьбы, для большинства млекопитающих яд самца безвреден. Исключением из правил оказался человек. И, подобно людям, эти пауки очень любят тень и прохладу. Самку он здесь не найдет. Но пришел он сюда не ради самки, а ради тихого, темного уголка. Так что обувь – вполне логичный выбор. В яде воронкового паука 40 различных токсинов. Но главная угроза для человека – это робустоксин. У них крупные хелицеры, поэтому даже по чисто механическим причинам укус получается очень болезненный. Приезжайте скорее, и моего мужа только что укусил паук. Это нейротоксин. Но действует он иначе, чем другие нейротоксины. Он не блокирует нервную систему, а перегружает ее, создавая водоворот электрических импульсов и приводя к хаосу в теле пострадавшего. Слюнные железы, слезные железы, потовые железы начинают работать бесконтрольно. Мышцы сокращаются, из-за сужения кровеносных сосудов подскакивает давление. Они страдают от сильной боли. Начинаются проблемы с дыханием, и их тошнит. С повышением давления повышается и давление воздуха внутри миллионов пузырьков, из которых состоят наши легкие. И когда их стенки не выдерживают, в них начинает просачиваться сыворотка, как если бы пострадавший тонул. Это так называемый отек легких. Когда в легких накапливается слишком много жидкости, она предотвращает нормальный газа обмен. В тяжелых случаях это может привести к смерти. Без немедленного оказания помощи жертва погибает в течение 15 минут. Но если медики могут быстро ввести антидот, они спасают жизнь. Бригады скорой помощи Сиднея всегда готовы выехать по вызову. Изоляция Австралии от остального мира привела к появлению здесь необычных существ. Многие из них обзавелись совершенно уникальным вооружением. Но одно из самых опасных животных Австралии сформировалось не здесь. Оно – результат импорта. Скорее всего, около 5000 лет назад его завезли сюда торговцы из Азии в качестве домашнего животного. С тех пор оно одичало, освоилось, и сегодня этого полуволка-полусобаку называют Динго. Динго убивает за 10 минут. Доктор Ли Аллен, служба биобезопасности Квинсленд. Динго – прирожденные охотники, и для этого у них есть все. Высота в холке в 60 сантиметров и вес почти в 30 килограммов делают Динго серьезным хищником. Они нападают сзади и кусают жертву за ноги, перегрызая сухожилия и тем самым обездвиживая свою добычу. Они охотятся как в одиночку, так и стаями. И чем больше стая, тем крупнее может быть добыча. Несколько собак могут вполне справиться со 100-килограммовым кенгуру ростом в 2 метра, так что человек для них подходящая добыча. При нападении они сразу хватают жертву за горло и очень быстро ее душат, перекусывая трахею. Динго любопытны, и в поисках еды часто приходят на туристические стоянки. Любителям турпоходов следует все время быть на чеку. Но в Северной Австралии любителей природы подстерегает куда большая опасность. Прямой потомок динозавров. Он караулит вас у кромки воды. Скорость его броска не имеет аналогов в животном мире. Ему нет равных, и он не знает страха. Грибнистый крокодил. Крокодил убивает за 3 минуты. Крокодилов часто называют живыми ископаемыми. При взгляде на них видно, что они мало изменились в ходе эволюции, и причина этого исключительно удачное строение их тела. В последние 10 миллионов лет они, конечно, совершенствовались, понемногу оттачивая отдельные элементы, но в общем, современные крокодилы ведут себя примерно так же, как вели себя их предки 100 миллионов лет тому назад. Грибнистый крокодил – самая крупная присмыкающаяся планета. Он вырастает до 6 метров длиной и весит до 1000 килограммов. Он легко справляется с животным размером с буйвола, но сила – не единственный его козырь. Доктор Адам Бриттон, исследовательский центр Большой Геккон. У крокодилов бинокулярное зрение, идеально приспособленное для охоты. В сетчатке у крокодилов имеется кластер палочек и колбочек. В человеческом глазу они сгруппированы в центре, поэтому периферическое зрение у нас довольно слабое, в то время как у крокодилов они вытянуты в горизонтальную линию, что дает ему панорамный обзор в 180 градусов исключительно высокого качества. Даже если крокодил не смотрит на вас прямо вот так, будьте уверены, он видит ваше лицо во всех подробностях. У крокодилов есть еще одно очень острое чувство. Вдоль пасти у них расположены крошечные органы, кожные рецепторы давления, которые улавливают малейшие колебания воды. Например, если что-то падает на поверхность воды или мимо его головы проплывает рыба, это фиксируется этими рецепторами давления вдоль нижней челюсти. Крокодил создан для того, чтобы быть успешным охотником. Но успех — это не только строение тела, это еще и поведение. Грибнистый крокодил самый терпеливый из всех хищников. 99,9% тела животного полностью скрыто от глаз. Чаще всего жертва даже не воспринимает это как крокодила. И в таком положении он может оставаться часами. Все, что нужно, это набраться терпения и ждать. И он не импульсивный убийца. Он планирует свои атаки. Все животные рано или поздно приходят к воде, поэтому он занимает удобную позицию и ждет подходящего момента. Обычно крокодилы нападали на людей в том случае, если они подходили к воде, чтобы что-то сделать. На самом деле, если это происходит в первый раз, вероятность того, что там окажется крокодил, довольно мала. Но если он вас увидит в одном месте дважды или в третий раз, если он увидит, что происходит, он нырнет и будет выжидать. Под водой вступает в действие еще одно чудо эволюции. Гребнистый крокодил способен задерживать дыхание более чем на два часа. И когда это происходит, меняется вся физиология животного и в первую очередь кровообращение. Крокодил умеет делать то, на что не способно ни одно другое животное. В его сердце есть специальные клапаны, распределяющие кровь по всему телу. При погружении сердце отключает от кровообращения легкие и конечности, оставляя только мозг. Это своего рода спячка, анабиоз. У крокодила все приспособлено для того, чтобы оставаться под водой как можно дольше, даже кровь. Одно из изменений, произошедших с крокодилами в ходе эволюции, затрагивает эритроциты. Они содержат особую специализированную форму гемоглобина. Этот специализированный гемоглобин означает, что при каждом вдохе крокодил получает больше кислорода, чем большинство других животных. При погружении его богатая кислородом кровь позволяет ему дольше находиться под водой, не оставляя его жертве ни единого шанса. После перерыва секретное оружие крокодилов. Он резко поворачивается и начинает вертеться, как веретено. Смертельно опасные Австралия. Смертельно опасные Австралия. Природа создала много опасных животных, но этого в Австралии боятся больше всего. Это самый древний, самый сильный и самый универсальный убийца по обе стороны водной поверхности. Мало кому повезло выжить после нападения самого страшного австралийского хищника, грибнистого крокодила. 66 зубов вонзаются в плоть и кости. Передние зубы приспособлены для хватания добычи. Они достаточно длинные, чтобы пронзить плоть и кости, и они удерживают добычу. Зубы в глубине челюсти более короткие, широкие и мощные. Они предназначены для измельчения. Это самый мощный укус в животном мире. Если крокодила вас схватит, скорее всего, он вас уже не отпустит. А то, что происходит потом, лишает вас последнего шанса выжить. Знаменитый смертельный виток. Когда крокодил хватается за что-то, что можно оторвать, например, за голову или конечность, резко поворачивает свое тело и начинает вертеться веретеном. При этом создается такой мощный вращательный момент, что добыча в прямом смысле слова разрывается на части. В дело вступает мощный хвост, и крокодил крутится то в одну, то в другую сторону. В лучшем случае жертва остается без ноги. В худшем теряет равновесие, уходит под воду и тонет. Оторванная нога означает массивное кровотечение. Когда вы теряете много крови, у вас развивается шок. Если пострадавший оказывается под водой и не может всплыть, он может не только истечь кровью, но и захлебнуться, а это верная смерть. крокодилы. Большинство жертв и не подозревают о такой опасности, как крокодилы. Но жители Северной Австралии хорошо знают, что реки — это опасное место. Это территория крокодилов, и люди научились жить бок о бок с этими смертельно опасными соседями. Это одни из самых опасных животных мира. Большая белая акула, непревзойденный охотник, гроза океана и кошмар любого любителя серфинга. Тупорылая акула — речной охотник, нападающий рядом с домом. Один укус может убить за несколько минут. В Австралии больше ядовитых змей, чем в любом другом месте планеты. Жестокая змея — самая ядовитая змея в мире. Ее токсин может сто раз убить человека. Но еще больше людей в Австралии гибнет от укуса коричневой змеи. Бородавчатка может причинить невероятную боль. Но самая опасная из всех морских животных — это медуза-морская оса, океанский убийца номер один. Ее яд может вызвать остановку сердца за какие-то две минуты. Красноспинный паук — это скрытая опасность, живущая рядом с людьми. Сиднейский воронковый паук может убить человека всего за 15 минут. Его яд вызывает хаос внутри тела жертвы. Австралийская дикая собака Динго — это грозный хищник. Она может справиться с добычей и размером с человека. Но самый страшный, самый сильный хищник Австралии — это нападающий из засады огромный грибнистый крокодил. Все они — поражающие воображение животные, созданные для того, чтобы убивать. Они превосходно вооружены и обладают высокоразвитыми органами чувств. Большинство австралийских хищников находятся под охраной. Может, они и самые опасные в мире существа, но их право на жизнь не подлежит сомнению. По статистике, вы с большей вероятностью погибнете в автокатастрофе, чем станете жертвой одного из этих животных. По-моему, люди не любят таких животных, потому что не понимают их. Они считают, что крокодил или паук, или другое животное, которого они боятся, только и думают о том, чтобы на них напасть. Как будто у них нет других забот. Для тех, кто изучает этих животных, знание – это ключ к избежанию конфронтации и ключ к выживанию. Если люди начнут лучше понимать этих животных, если осознают, что они просто живут своей жизнью, многие сегодняшние проблемы будут решены. Выражаясь языком эволюции, мы, люди, опоздали на игру убить или быть убитым. На этой планете мы новички. Человечество существует около миллиона лет, в то время как акулы около 400 миллионов. Мы вынуждены вешать наше оружие на себя, а эти животные рождаются со своими арсеналами, которые, как сейчас считают ученые, могут не только убивать, но и лечить. Фармакологические возможности медузы морская оса и близких ей видов просто безграничны. Они изобрели химические механизмы, чтобы не быть съеденными, чтобы питаться, чтобы делать то, о чем наши тела, наши ученые не смели даже мечтать. Нам есть чему поучиться у этих существ. Они чудеса биологии и шедевры дизайна. Они самые опасные животные мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова